До начала отчетной встречи Акимобласти посетил с рабочей поездкой ряд населенных пунктов Байнульского района, Майкаин, базу отдыха Сабундеколь, Жанатлег. Подробности в следующем сюжете. Поселок Майкаин совсем недавно отметил свое 90-летие. Здесь проживает около 9 тысяч человек. В начале своей рабочей поездки Акимобласти посетил местную детско-юношскую спортивную школу, в которой занимается 871 ребенок. В нашей спортивной школе культивируется 12 видов спорта, работает 18 тренеров. Это все наши выпускники окончили поводатские бузы, вернулись в свой родной поселок и тренируют дальше детей. По нынешней тарификации в школе занимается 575 детей. У нас основным ведущим видом является борьба. У воспитанников Дюшша много достижений на областном, республиканском и международном уровнях. Есть только одна просьба, каким области нужен автобус для перевозки спортсменов на соревнования. Кроме того, глава региона посетил предприятие «Майкаин золото», где ознакомился с производственным процессом, встретился с работниками комбината. А на этом месте в районе озера Сабандеколь через год будет база отдыха «Сабандеколь-Плаза», гостиница на 50 номеров и оздоровительный комплекс из 15 небольших домов. Пока в зону отдыха инвестировано 250 миллионов тенге. В перспективе здесь будет создано до 50 рабочих мест. Есть собственный пряж, готовый предоставить оздоровительные услуги, пантовые и грязевые ванны. Руководитель предприятия Аслан Амаров сообщил, что есть намерение работать круглогодично. Вот это правильно то, о чем мы говорим, что пытаться сформировать культуру отдыха, туристических услуг за 2-2,5 месяца только летнего периода – это практически невыполнимая задача. Поэтому только через удлинение сезона, предоставление услуг для отдыхающих в течение всего года, вот эта концепция по-другому, бизнес будет не окупаем. Это то, что это самая главная программа развития, вот мастер-плана Баянурской туристической зоны, она должна быть акцентирована. По словам Аслана Амарова, за сезон эта база готова принять до 5 тысяч отдыхающих. Отопление? Отопление газовое. Газовое? Да, газовое. Ну вот здесь мы сейчас… Тоже экологически чистый. Да, хотим экспериментально сделать коузи. Есть такое отопление, электрическое коузи называется. Она просто получается к электричеству подсоединяется и в три раза дешевле потребляет. Тоже видите, смотри, современные технологии. Газовая, чистая, экологическая. Коузи – новая технология. А как живется канализация? Канализация у нас получается… Вот здесь септик, он будет перерабатываться потом. Вот этот, который Илья Латавский? Да, мы хотим… Я вам признаю… Сделайте вот первое. Я специально отправил замок Акима области и Акима района изучить ШБКЗ, Шучинско-Бородская курортная зона, Илья Латавская. Они посмотрели, они говорят, Илья Латавская технология будет. По сути, это технология обезвреживания отходов. И после этого их переработки, безвредный вид, и вода идет на полив. Более 50 лет не ремонтировалась дорога Карашат-Жан-Жайма протяженностью 31 километр. Ранее, чтобы проект по ней тратили 3 часа, теперь 15 минут. Хорошо, что вот такие дороги у нас получается возможность сделать для людей, которые по полвека, по 50-60 лет не были. Здесь было песчаногравийное, да? Да, песчаногравийное. Поэтому, когда асфальт, конечно, это радо. Жители, их надо поблагодарить за терпение. Теперь, конечно, они будут говорить, что мы не сбудем большегрузный, да? Да, да, и пускай… Нагрузка на ось, нагрузка… А пусть едет, говорит, по дольке. Нет, везде ждут. Выдержит? Ну, тем не менее. Тем не менее, это хорошо, что люди теперь о вложенных инфраструктуре, они хотят сберечь. В селе Жанат-Лек Акима области встретился с местными жителями. Они поднимали вопросы сохранения ряда археологических памятников, просили построить внутри села более прочный мост через старое русло небольшой речки и спортивную площадку для детей. Мурат Вилмажит, Жанасул Сельбол, Юрий Белевский и Эртис Хмарат из Баянаульского района.